Да, я это посмотрел, мне ж так себе жалко стало. Вы еще, видать, сейчас, у вас, ну как, тяжело, да, что-то у вас сейчас, здоровье? Да, бывало хуже. Ну, я хочу, конечно, поблагодарить все, народ не ожидал, что я так. Я думал, что это как-то, знаете, думаю, ну мало ли сейчас, нет, на самом деле время такое, что кто там, как-то все нуждаются, по сути. То есть сейчас куда ни, как говорится, не плюнь, везде нуждающий человек. Просто вот так взяли, отреагировали люди там. Это же вообще меня не зная особо. Люди ждут, сидят, ждут роликов. Ну, когда долго нету, люди спрашивают, уже как духовная какая-то подпитка. Какой я духовный, это Игнат Тихонович духовный. Ну, я шучу, но я просто удивился, люди прям это, я, ну, все равно где-то так взять. Мне даже родня так не помогает. Вот родные люди мне так не помогают. Потому что я даже не спрашиваю у них, потому что я знаю, что они там где-то нуждаются. Маме я сам сейчас там говорю, маме там, что-то надо помочь. А как помочь? Ну, нет такой возможности помочь ей. Нет, если бы там, мы там уже оторвали от себя как-то, я бы маме бы дал. Но сейчас, ну, такой нет ситуации. Нет такой. У нас сейчас, ну, все равно вот чужие люди. И так удивительно. Я, конечно, очень, очень благодарен. Я даже не знаю. Но я вот увидел эту женщину и понял, что она на самом деле, ну, не то что, она на большей нужде находится на самом деле. А мы с матушкой уже, а мы тут с матушкой уже разговаривали, разговорились. Говорю, матушка, у меня тут дом соседний. Я говорю, давай ее к нам пригласим. Пускай у нас тут, ну, может быть, ей понравится, потому что там холодно. Там, не знаю. То есть мы прям хотели ее, а мне так понравились ее дети, ее. Ну, она вообще мне как человек понравилась. Такая не ноет, не там, не плачется там. Ну, нам хватает, говорю. Ведет себя, ну, достойно. Такое достойное поведение. Такое видно, что много страдало. И детки такими прям очень, никаких капризов никаких. То есть очень, очень был так расположен, расположился к ней. И вот сегодня с матушкой как раз разговаривали со своей. Она такая, ну, мы ее не знаем, надо с ней поговорить, там, выйти на скайп. Я говорю, ну, да, сейчас по скайпу хотя бы с ней пообщаемся. Как она там, потому что у меня вопрос с мужем, почему муж уехал, почему с собой их не взял, почему она с мужем не поехала, то есть немножко странная ситуация. Ну, а туда ехать, как туда ехать, там ни денег, ни заработка, вообще ничего нет. Ну, в аул ехать там, где она живет, в Средней Азии? Ну, где он, таджик или таджик, наверное. Он таджик сам, да? Ну, да. А, ну, да, тут. Это еще, я думаю, нет, он даже, когда она приняла православие, он от нее отвернулся. Ну, это, она, он уже когда там уехали, у них, видимо, переписка там или созванивается, она говорит, я принимаю православие, хочу креститься. Там мсульманкой была? Ну, она крещённая и все, а вот, она говорит, я основательно ухожу, буду в храм ходить, все. А он ей, видимо, запрещать начал, не ходить. Вот, и у них на этой почве разногласия пошли тоже. Ну, не хочет он, чтобы она ходила в храм. Ну, конечно, это же, она же поменяется, она же будет. Тут, конечно, такая система. Кстати, брак, очень хорошая книжка, я считаю, брак с мусульманином у этого нашего мученика, новомученика нашего Даниила Сосоева, отца. У него там есть такая книжка небольшая, брак с мусульманином. И там он прям вот очень четко эти вещи говорит, там, ну, молодец. То есть он вообще эту тему, он настолько тему разжевал мусульманство, что многим просто... То есть если какие-то недоумения есть по поводу мусульманства, дать вот ссылку на отца Даниила. И он прям все... Если бы он был бы мусульманином, мусульманин, ладно, он же не молится, не ходит ни в мечеть, никуда. Он так только... Ну, это как у нас сегодня православные, тоже все называются православными, а кто молится, кто в храме пустые, храмы пустые, там, ну, мы вот только сейчас вот начали. Мы построили, наконец, нашу прихожую, у нас прихожая теперь есть. И там сделали... И мы теперь уже два праздника провели. Народ стал немножко, это, так, немножко недоуменно. Батюшка приглашает на трапезу. Я говорю, все приходите на трапезу, сейчас, сегодня праздник. Вот у нас был праздник и... И успение, и преображение. И мы делали трапезу, пили немножко вина для... Ну, такая у нас традиция, там, вино по кругу, там, из чаши, общей чаши. Каждый должен встать, поздравить с праздником. То есть, такие они, ну, они довольны. Вот сегодня мы провели первую, какую... Сегодня первая у нас евангельская Матвей была. Первая глава от Матвея. Сегодня посидели. Они многие слова просто не... Вообще, ну, ничего не знают. Ну, прям уж я... А мы батюшку завтра забудем. А я говорю, а я завтра напомню. Я не заржавею. Я напомню. Ну, то есть, в каком смысле... Молодежь хоть есть какая-нибудь или все такие? Кто? Молодежи нет совсем. Не, у нас мы как сделаем? Мы сделали как? Матушка будет с детьми? Она проводит сейчас... Если молодежь считается, с какого возраста? С детьми, да. А молодежь уже все. Очень сложно сегодня. Молодежь сегодня... Ну, вот эта молодежь, которая уже старшеклассники, она, по сути, потерянная. Вот у нас была Горлица. Мы две смены провели с Горлицей. Детское такое поселение для детей. Мы сделали военно-патриотическое учение Горлицы. И вот там дети приезжают, которые уже старшеклассники, такие, школу закончили. Они очень сложные сегодня. В каком смысле сложные? Они-то приезжают, им нравится то, что мы там делаем для них. Они участвуют во всем. Они во всем это... А потом они приезжают домой и как бы... Опа! И впадает все равно свое вот это состояние. Вот этот интернет, вот это общение, вот это абсолютно полу... Полу грамотное. Даже не полу грамотное. Абсолютно, ну, такое смсное. И мышление такое смсное. То есть посылают смс-ки. И вот это... И так и живут они в жизни. То есть вот это... Высказать мысль свою. Высказать не просто пробурчать там что-то. А я так не хочу. А я так не умею. Или там что-то... Они все не могут. То есть высказать свою мысль. Донести ее эту мысль. Сегодня, как правило, как правило, этих таких нет. Когда встречаешь таких ребяток, конечно, радость на душе. Есть такие, но таких так мало. И вот из всего нашего там благочиния, там... Я там со своего села пытался, со старшеклассников. Им неинтересно. Им... Они там, да, там поржать, там что-то прикалываться. Им там возможно. А там в храм, там, о каком-то... То есть вообще, они уже... У них есть сегодня такая стена. Они выстроили стену защитную. То есть они эту стену... Почему эта стена образовалась? Потому что взрослые постоянно обманывают. И они уже привыкли к этому обману. И когда я очередной раз я прихожу и говорить, начинаю им в каких-то вещах, они уже меня априори не воспринимают. То есть у них уже вот эта преграда, стена стоит. Потому что опять очередной раз обманывают. А как выжить? Потому что если время доверять, тебя обманывают. Доверяют, обманывают. Доверяют, обманывают. То есть естественно у тебя вырабатывается некий механизм защиты. И вот сегодня этот механизм защиты есть. А между собой они общаются. Ну они как-то еще, у них там какое-то есть доверие. И то, и то там друзей в основном нету. То есть друзья они там называют друзья. Там ВКонтакте у них считается друзья, которые ВКонтакте. Чем больше у тебя там друзей ВКонтакте, тем больше у тебя ставки высокие становятся. Поэтому сегодня молодежь, это самые вот это старшеклассники, это потерянные, можно сказать, ну я не знаю, не хочу делать такой-то приговор, но похоже, что очень много уже потеряно. Уже много потеряно. То есть вот эти 10 лет, которые до этого, вот надо было заниматься ими 10 лет. И как раз в 10 лет вот эти самые были реформы, реформы, реформы в школе. Там довели до того, что учитель ничего не может даже замечания сделать. Он может суп подать на учителя. А уже там, не говоря, уже там заподзатыльник. То есть они превратили детей этих, я даже не знаю, это назвать каким словом, которое определит их полностью состояние невозможных. Кто это? Ребенок, подросток, непонятно, взрослый, которому права уже 14 лет даны. То есть они уже, то есть сегодня, сегодня они могут там вступать уже в отношения 14 лет. И то есть нету, это уже не считается там, то есть раньше за это советская понимала. То есть если, например, девицу там узнают, что она там уже не девица. У нас, мы как раз в восьмом учились, а у нас десятиклассники, они, ну, мальчики, девочки. И, в общем, она беременна. И там, я не знаю, полгода, наверное, в шоке ходили все, что вот пара. И там раздули настолько, что выгонять из школы, по-моему, их хотели даже. Не закончив даже, хотели выгнать, чтобы не закончили они десятилетку даже. То есть позор такой был. Это еще было, еще помните, еще вы же, выше коленочки, если принесла, она в юбочке, все, и домой отшивали. Если слишком накрашенные, ну, там могут, там чуть-чуть они подвезти, там что-то, чтобы... Правда, в туалет умываться, или учителя, учителя сами умывали. Умывали, да, да, и у нас все это, мы воспитывали. Я, конечно, к этому относился, все относились, конечно, но, вот я вижу, был стыд. То есть мы даже, помню, говорили о каких-то там между собой, мы так стыдились говорить о каком-то... А ты знаешь, как дети делаются? Мы там, нам 15-16 лет уже, а мы там... А ты знаешь, как дети делаются? Ой, ой... Нам стыдно об этом было говорить. А сейчас они... Здравствуйте! Привет, Пелагей. Пелагейшка. Пелагейшка-цветочек. Это что такое? Это что такое? Это что такое? Плачем. Чего ты плачешь? Чего он плачет? Поздоровайся. Поздоровайся. Привет, ребята. Ля. Здравствуйте. Ля, ля. Вы растете там? Растете... Ой, этот вообще у нас... Куда прет, непонятно. Какой богатырь прям, Илья Муромец. Он крепкий такой по себе, его так берешь, он такой... Это уже... Меня... А, я его начинаю так... Вот так слегка по лицу. Он рукой меня обратно такой... Я по лицу умею, ну так шутно, он такой... Гляньте, какой... Ну какой. Он даже большой. Какие мои маленькие. Ну вот, я к чему сегодня-то? Тема-то это очень серьезная. И я... На мое такое глубокое уже мнение, что я уж просто уже... Сегодня надо заниматься, конечно, детьми. Детьми, детьми, еще раз детьми. Вот те, которые сейчас в школе, пятикласски, шестикласски, вот такие, трех... То есть те, которые... Вот они к нам сейчас приходят, к матушке приходят, девочки. Ну, мальчики, вообще им не... Ну, неинтересно. Я... Неинтересно, почему? Потому что у многих... У кого... У кого компьютер дома и игрушки, все, бесполезно. Чем-то его заинтересовать, я никак не могу. Я из кожи вон вылезу, и он не придет ко мне. Потому что мне... Ему неинтересно... Это неинтересно ему. Действительность ему неинтересна. Он играет игрушки, он там герой. Он там... Он там... Всех победю. Всех победю. А если не победю, то гейм-овер сделаю. И все. И потом победю, и все равно. Потому что это мышление, к сожалению. И... И это... Это как правило, как правило. Если у человека... У человека компьютера доступ неограниченный. У ребенка. Все. Он уже... Он уже... Он уже... То есть ты уже ничем не заинтересовал. Ну, вот я сам наблюдал над одним подростком. 12 лет ему было. Это прям при мне буквально происходило. Вот мы раньше как бы действительно свой статус подтверждали. Ну... Имением у тебя друзей, да? Ты становился значимым, если у тебя были чем больше, или там чем они были утвержденнее в жизни. Вот у меня там друг такой-то, да? А сегодня у них друзья какие? Вот он сидит, играет, допустим, тот же Counter-Strike, да? И у них это же интернет-игры. Вот. И они там знакомятся и как бы дружатся. Вот они... Друг это у него... Он, допустим, играет с ним в одной компании, да? Вот это друг его. Вот все. И он этим уже, он как бы утверждается. У меня есть друзья. Да у меня вот тот друг. Мы с ним там рубимся в Counter-Strike или что там. Ну, там по сути, а таких, ну, виртуальные друзья, а таких друзей нет. Ну, это они даже... Они даже... Они могли бы списаться друг с другом, да? Но они не хотят такого... Им интересно в виртуальном мире общаться. Потому что они увидят, оказывается, человек с животиком, со своими капризами, со своими, как говорится, сегодня тараканами в голове. Зачем он мне такой нужен? Пускай он будет там у меня в виртуальном мире, друг. Там, где мы там герои с ним, где мы там всех победю. И я, к сожалению, сегодня такой вот вывод, что вообще родителям прям сделать... Я даже, можно сказать, на законодательном уровне это. Потому что тот результат, который получают вот такие люди, они превращаются даже... Вот что-то в Америке подобное. Которые потом им говорят... Им говорят, вот Ирак, вот Ирак впереди. Вот, вот танчик. Вот вам вешаем сюда камеру, и вперед атака на него. И весь во всем мире в реальном времени вы показываете, какие вы красавцы. И они... И есть в реальном времени... У меня, как раз был мы... Я живу в Волгограде, у нас там американец смотрел в реальном времени, как бомбили в Багдад. И такой довольный, потерял руки. Я говорю, а чему вы потираете руки? Там же люди убивают. А он сам продукт этих игр... Игр этих. Они все на этих играх. А потом, когда эти американцы, накаченные стероидами, все такие, казалось бы, все такие, они вроде такие мощные, сейчас они тут всех разорвут. Когда дело доходит, дошло. А как получилось-то? Ирак. В принципе, если бы генералы не продажные, Америка потрудилась. Перед тем, как напасть на Багдад, все, все, все генералы были куплены с потрохами. То есть, кому-то там дали, там, деньгами, кто-то там в Америку уехал потом, там живет сейчас. То есть, все продали армию. И кто-то все-таки стал защищаться. И стали защищаться, те, кто стали защищаться, они дали отпор какой-то. И первые там, первые пленные попались, американские солдаты. И они плачут, мама, забери меня отсюда, папа, плачут, как малые дети. Это вот это, это вот эти, это продукт вот этих игр. Потому что они думали, что в жизни будет именно подобно так. Оказывается, пуля попадает, это больно. Я все-таки надеюсь, что переродится наша нация. Что нация, не в смысле там, я там националист великий, я, если сейчас сегодня там начать, там, мы там, говорит, по три нас, говорит, мы все татар. То есть, можно сказать, мы все татары. Татары, то есть, если, как у Высоцкого появится, говорят, по три, то там татарин вылезет, там, русского. То есть, какие там у нас крови? И мы, а мы... Это я же говорил, они сейчас, видите, генетики сказали, что у нас кровь сильнее всяких даже и вот этих черных кровей. Наш генок... Выживаем, к выживаемости, наверное, более... Если бы так было бы, что, ну, мы вот так растворились, кровь бы растворилась в других, у нас бы уж давно. Мы бы не было уже несколько сот лет, нас бы и действительно, мы бы все черные ходили. А у нас до сих пор дети белые рождаются, русы и все. Даже и русы и рождаются с духом каким-то, дух какой-то все равно держат. То есть, я, вот я считаю, даже не то, что слышу, когда мне начинают говорить там про Россию, матушку мою бедную, То есть, мать, моя сегодня мать лежит, извините меня, вот мать, моя Россия лежит, родина моя, лежит пьяная. Я уже сколько раз повторял, я постоянно буду повторять. Лежит пьяная, вся заблудила. Ее там изнасиловали несколько раз уже. Уже несколько раз изнасиловали. Вот сейчас можно почитать по пальцам, кто ее изнасиловал. То есть, я их знаю, кто изнасиловал эти негодяи эти. И я, я свою мать, я еще и приду и скажу, ах ты проститутка, ах ты шлюха, ах ты там пьяница. И я, это похоже на Игнатия, вот этот постоянно сквернутый, изрыгает на нашу мать родную. Да, эта мать не дала ему того, чего он хотел. Она не защитила его, когда там разкулачили. Да, мать наша блудила, с большевиками блудила, с кем она только не блудила. Но это наша мать, наша родина. Я вот знаю, подошел к одному пьянице. Он сидит такой, у него, он страдает, вот он, вот он просто, я к нему подхожу, вам плохо. Он мне так поднял глаза, говорит, а в глазах такая боль. Он говорит, мне больно. Такой, как-то он так сказал, мне больно. И я, у меня же прям душа вся вот так перевернулась, потому что, и он, я начинаю, он говорит, батюшка. И он начинает мне там, ну там, плакаться. Конечно, я знаю, что старые священники говорят, да и ты с алкоголиками никогда не общайся, там, и так далее, и так далее. Но я-то сам был примерно подобным. Я тоже напивался, помню, до такого состояния. Я тоже был вот это крайне в таком ступоре, потому что смотреть трезвыми глазами на всю жизнь невозможно. Или ты должен сумасшедший быть. Потому что все то, что ты принимаешь за действительность, за ту действительность, и ты с ней живешь трезвыми глазами смотреть, ты, значит, сумасшедший человек. Ты, значит, уже больной. Потому что воспринимать мир, реальность, реальный мир невозможно трезвыми глазами. Поэтому ребенок... Здесь я вот как раз хочу сконцентрироваться на чем. Вот она реальность, да, действительно. Это та реальность, с которой мы ежедневно сталкиваемся. А думать там о Родине, вот там, или воевать с Родиной, или против Родины, это все не те духи. Это духи, которые нас вводят не в то состояние. Мы должны концентрироваться на том, что нам Господь показывает вот в эту минуту конкретно, показывает людей там или, допустим, ситуации. На этом мы концентрироваться. А там когда какие-то воины, воспитания, это все, они пусть сами, они и государственные умы, у них вот такие вот головы, пусть они сами решают эти вопросы. А мы что, мухи какие-то, тараканы, что мы там за них решим? Не-не-не, я тут немножко, я тут хочу не согласиться. Потому что я думаю, что на своем месте мы должны быть ответственны за всю страну. Да, мы должны быть ответственны. Если мы вот так и сейчас оградимся и скажем, что мы, извините, это нас не касается, они там воротят, там нет, тогда мы, ну как сказать? Да мы не от мира, Бышка, мы не от мира. Мы у нас и на бытие, мы другие люди. Значит, мир нас, нам мир нас абсолютно не касается. Мы все равно идем в той реальности и платим налоги все равно кесарю своему. Отдаем кесарю и все. Да, и кесарю мы должны отдавать, но мы, Иктинья у нас всегда молитвенна. Это и Анзлатауст создал это богослужение. Это часто Иктинья повторяется. А народ, о богохоронимой стране нашей, народе. Народе, кстати, не написано было, это сейчас добавили народе. Властях и воинстве и я. За тихо и безмолвое житие поживем. Во всяком благочестии и чистоте Иктинья. Мы же молимся, мы же не ходим с транспарантами, а только молимся. Вот, вот эта молитва. Но, но как граждане, вот мы идем голосовать. Мы же идем голосовать. Мы же все равно должны сделать свой выбор. Я знаю, что и нас обманывают, я знаю, что эти выборы... Не хожу и не ходил никогда голосовать. Я пойду. Я пойду. Написано в Библии, в Библии написано, что если ты плохой гражданин этого государства, будешь ли ты хорошим гражданином этого государства. Потому что это государство похоже на иерархию того государства. Да, несовершенно. Да, абсолютно. Все равно, вот такое все. Но гражданин оценивается не потому, что ходит он или не ходит на выборы, а что он делает для своей страны. Вот, а что... Допустим, люди... Болеет ли он за свой народ, за свою... Я считаю, что мы не должны быть все равно... Мне все равно интересно, что говорит Путин. Какие его реакции на то или на то. Мне интересно. Мне интересно услышать, что есть ли здоровая у нас какая-то сила, или у нас все только каждый на себя одеяло тащит. И тащит на одеяло. И сегодня все не говорят об одном и том же. Все тащат какой-то рак, лебедь и рак и щука в разные стороны. Но все равно, если мы не будем болеть... Я знаю, что я могу сделать. Я молюсь, но я еще как гражданин участвую. Каким образом? То есть, когда они приходят и спрашивают, батюшка, а вот... То есть, все равно я тоже должен дать свою оценку. То есть, если сказать, что я такой весь духовный, отойдите от меня, я живу другим миром, не могу. Я могу сказать, что я очень болею за то, что происходит в нашей стране. Кто же не болеет? Я сам переживаю. У меня дети, у меня внуки. Я не хотел бы, чтобы мои внуки выросли православными. Конечно, я горю этим. Пытаюсь для страны делать все возможное, что от меня зависит. То есть, и другое дело, можно... Если так размышлять, то вообще мы комско-самополитами окажемся. То есть, наша... То есть, можно сказать... Я согласен, вот этот... Мне, по-моему, Данил Сысоев сказал, да, у Господа нету национальности. Он не сделал там... Сказал, что нету в Христе Елена и Иудеи. Согласен я. Но сегодня... Вот самое, что удивительно, что Россия только сегодня... Уж простите за высокопарный слог. Что сегодня Россия только последний плацдарм. Какого-то нравственности. Еще какой-то... Я согласен, да. Последний плацдарм. И я не то, что я говорю, что там... Если бы я знал, что там в Греции что-то происходит, что-то какая-то... Ну, на Афоне еще как-то держится. Ну, я просто знаю, что единственное, здесь еще что-то осталось. Еще чего-то осталось. Чего мы там смотрим? Куда мы смотрим на Запад? Запад это всегда ассоциация со злом была. Всегда. Потому что Запад... Всегда от него веет какое-то... Постоянно какое-то разрушение. Постоянно нас говорят... Да что вы там паритесь? Что вы там... Давайте от жизни брать все. Давайте... Что вы там... Эти... Из-за этого опять... Опять должны мы выйти. Иначе... Или мы глупые совсем. Если мы глупые, то нам жить не стоит. Если мы из всех уроков не делаем вывода. Что все войны нам даны для нашего, опять же, покаяния. Что после войны... Извините, после войны, да? С 45-го года, как люди относились друг к другу? Да относились как братьям друг к другу. Выжили. Мы выжили. Столько крови, столько страданий. Столько страданий пережило. Столько наш народ страданий. У нас постоянно... У нас не бывает такого, чтобы у нас было какое-то благоприятное время. Ну, бывают, но это очень краткие периоды. Я считаю, что вот советское время, вот нам дал там какое-то время все равно благоприятное. То есть, я там сейчас вспоминаю советское время, я даже сравнивать не хочу с сегодняшним временем. То есть, оно все... Вот сегодняшнее время все проигрывает тому времени. Но я не хочу возвращать то время. Я тоже знаю, что мне надо пережить и это время. Мне надо пережить и это. Потому что я хотел этого. Я хотел Рожков наесться. Вот сегодня нам рожки дал Господь рожки, мы наелись этих рожков, там одна машина, там сейчас люди, ну что, холодильников три штуки, там, то есть думали сейчас вот это финансовое подкрепление будет, мы сейчас сядем такие, все сильные, будем богатые, а оказывается деньги-то появились, и что, мы стали лучше, что ли? Оказывается нет, оказывается из нас начала вылазить всю эту гадость, которой мы стыдились раньше, мы раньше в советское время стыдились, быть жадным стыдились, как раньше помню, в лагерь приезжаешь пионерский, там, ну помните, да, там кто-то, там что так, и все на стол со своей еды, так давайте ребята, а там кто-нибудь, опа, под подушкой там ночью, это никогда же не приветствовалось, а сегодня это в порядке вещей, так, это моя, это моя, это моя личная, это моя личная территория, то сюда не заходи, там, поэтому сегодня состояние нашего, вот этого состояния, оно состояние пред каким-то очень серьезным делом, потому что своими силами мы уже не можем ничего, мы уже, мы уже упустили очень многое, мы уже настолько много упустили, что мы там делаем, да, потуги мы делаем, и надо делать, каждый священник, я думаю, по крайней мере, ну хотя бы элементарно должен он как-то доносить элементарно, людям, всем, 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 которые тебе Господь дает, встречаются на твоем пути людей, все ко Христу, ну каким образом, не таким, как, я считаю, протестанты всех тащат, то есть, какой смысл только у этого, тогда, когда у нас был голод, голод духовный 90-х годов, да, это было, это было нужно, это прямо была самая точная Господня методика, протестанты, вот они были, как бы, для нашей страны выходом, но потом-то люди все, я, все, кто искренне приняли Христов в путь, они пришли в православие, я вот читал Иоанна Шанхайского, такой есть, он писал об этом, что можно быть и в православии протестантом, и, то есть, православие это как некая вершина, до которой мы должны дорасти, а то, что мы сегодня все искалечены, искалечены, образование искалечены, советским этим строем искалечены, комсомолом, коммунизмом, мы искалечены все, и мы почему-то не можем с этим согласиться, что мы вышли из Вавилонского плена, нам надо сейчас немножко отойти, хоть немножко, но мы-то уже не отойдем, мы все равно уже до самой гробовой доски все равно будем в этом рабском состоянии, рабском состоянии, конечно, мы не можем стать православными сейчас по одному шелчку, мы не можем, мы должны дорасти до этого, и мы сегодня, на какой-то, да, у нас есть какая-то там планочка, мы хоть ее, ее хоть пытаемся там, и я, кстати, пришел к православию из-за молчания, я увидел просто монаха, который молчит, он не говорит ни слова, он что-то делает так, посмотрит там, он сотворит молитву внутреннюю, и около него хорошо, вот просто хорошо, не хватилось ничего, и мне почему-то так, я так услышал, что вот в этом молчании есть проповедь, самое главное, он мне так посмотрел, что мне его глаза все сказали, и я как-то сидел, смотрел на него, и просто, просто любовался, и просто любовался его вот этим молчанием, что он не суетится что-то, он находится в неком внутреннем каком-то соединении с Богом, и это самое тайное и есть самое главное, а вот эти слова, 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 что это слова, они, 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 они вот вылетели, даже, помните, это монолог, кстати, посмотрите, я очень люблю этот монолог, это монолог из сталкера, вообще считаю, сталкер это очень, это очень, это намного православнее, чем Андрей Рублев. Я его недавно пересматривал опять тут. И помните монолог писателя, да? Помню. Как я люблю этот монолог, какой он, какой он, какой он, какой он глубокий, играет Солоницын актер, значит, истина находится в каком-то даже молчании, в том молчании, в котором, ну, Господь говорит тебе, вот, говорит, помолчи, да, и ты Бога услышишь. Ты услышишь сначала беса, который будет кричать, шуметь что-то, доказывать что-то, ты его послушай, ну, как, пока он не отважится от тебя, а потом придет Христос к тебе, тихий, скромный, скромный, Дух Святой скромный, вообще удивительно, Дух Святой скромный, он скромно, он скромно ждет, пока в нас все это, вся эта мишура, ну, слушай, хочешь слушать этот голос шумный? Ну, слушай его. Он шумит, он доказывает, все правильно, все, мы сейчас всех победим, мы сейчас все докажем, а православие говорит, мы проиграем, мы снова проиграем, да, где наш не пропадало, а наш пропадало везде, и, а победа где? А победа в воскресенье, все, в воскресенье только вот, вот победа, а до этого только проигрыши, Христос только проигрывал до этого. Ну, конечно, когда люди лично с ним встречались, а так-то, видимо-то, он в поношении был, видимо, в поношении, значит, в поношении есть, это как, ну, поносит тебя, значит, ты со Христом. Ну, Игнат Тихнич говорит, а поносит меня, ах, они не люди и сволочи, все не сдохнут. Как так? Ты должен молиться за них. Слава тебе, Господи, что есть такие скуратовские дудудин, как они, дай им Бог здоровья, дай им квартиру, какие хорошие, нет, искренне, это я просто сейчас иронизирую, а так, помолись ты о них, если ты уж, и ты, они скажут, глянь, мы его гнобим, мы его, а он о нас молится. Ну, вот уж воистину православный. А если он начинает нас хаять, все, все. Верный признак, верный признак, что не православие, это именно дух вот этой гордости, вот этой я там, мы там, и тут же, я так смеялся, я беру этот, просто берешь, открываешь его страничку Игната Тихнича, и тут идет его заголовок. Так, впрочем, скоро конец. И тут же, строим плотину, трактор у нас там, строим, вон там, все, плотину для... А, нет, он там говорит, и потомки что-то там нас там, что-то помянут, что-то как это у него там. Я говорю, глянь, интересно, скоро конец, потомки нас помянут, так, не пойму. Я вот, я вижу его предназначение, это как той пословице, что нужна щупа, чтобы карась не гремал. Я говорю, вы вот представьте, да, если бы не было Лапкина, да мы бы сейчас расплылись бы в нашем вот этом православии, да. Да, вот это, да, да, верно. Я бы, не, в общем, да я сейчас стал, я стал Библию читать, благодаря, да, я, чтобы вот с таким, как подобно, как с Игнатихничем разговаривать, и чтобы он не тряс мне своими цитатками. Я цитатки свои найду из Библии, но цитатки, которые я ему в тот раз говорил, он говорил, это там неважно, это не нужно. То есть он, и я вот это сейчас взял его, а там ип, 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 вот это его тритомника. Я это все опускаю, потому что там его умозаключение. А как Бог хочет? А хочет ли Бог это? Мы просим Господи, вот так. И всегда мы, и начинаем уже, Господи, помоги мне думать, как ты думаешь, и жить, живи во мне, поэтому я и причащаюсь. И поэтому причастие, оно будет причастие от любого священника. Ты причащайся, ты со Христом соединяйся. А что священник там, пьяный, сраный, да, Бог ему судья, Бог ему судья. На этом даже не зацикливаться. Мало того, прихожане должны сегодня быть христианами выше, чтобы священники через них изменялись. Чтобы священникам было стыдно, таким христианам что-то подать не должно, чтобы предстать перед ним пьяными или там, потому что ему будет стыдно. И правильный христианин, который не осудит, который мало того скажет, батюшка, да я с тебя помолюсь, прости ты меня. Батюшка, как ему стыдно станет, Господи, а я алкоголик, а я блудник, а он какой святой. Я таких встречал, когда люди, я от них, просто я от них набирался больше. Они батюшка и руки целуют. Я не хочу причащаться у неверующего священника. Ладно, пусть он, пусть он, пусть он может быть и пьет, да, но пусть он кается в этом, да. Но есть священники верующие, а есть неверующие. Как можно причащаться у неверующего священника? Ну как вы, у вас есть аппарат такой есть, определять, верующий, неверующий? Ну у меня нет этого аппарата. Я, например, я не беру на себя, это Игнат Тихонович определяет, кто там крещен, верно, неверно, я опять не беру себе такой веры. Я вообще не беру сегодня быть в роли существенного человека. Пускай он, 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 поверьте, вот я еще раз повторюсь, я повторюсь просто. Потому что пришли эти люди с какими-то своими намерениями. Но я вас уверяю, что если бы они встречали бы людей верующих в своей жизни, они бы менялись сами, им было стыдно. Да не будут они меняться, они в своем утверждают. Пускай, ну, причастие все равно остается причастием, Сергий. Причастие вы соединяете с Христом, а не он соединяется. Он пришел, вас причастил и ушел. Бог ему судья, вы помолитесь о нем. Что он в вас пришел, причастил, что он вам радость такую дал. Что вы причастие не верю в это. Я в это не верю. Причастие есть причастие. Верю в это зачем? Зачем я буду причащаться лукаво тогда? Если будет рядом священник такой вот верующий и все, я буду у него причащаться. Я и причащаюсь это самое, от начала, вот уже сколько, 12 лет причащаюсь, сколько, 2-3 раза в год. У меня всегда так было. А, ну, я вам советую, начните с причастия. Вы спрашиваете, сейчас я прям точно отвечу на вопрос на этот. Как определить, да, человек, вы говорите, как вы определяете, верующий он или неверующий, да? А легко можно определять. Вот насколько человек часто говорит, Бог, Господь, Христос, да, говорит. Вот смотрите, берем, берем любящую пару, да, мужчина и женщина, парень и девушка, да? Ведь они друг от друга, и когда они врусят, они друг от друга часто вспоминают. Мой там этот, а или он моя там это, вот у него с языка не сходит. Это обозначает, что любящий. Вот и человек, когда он говорит о Господе, вот вы посмотрите за минуту, сколько раз, Господь, 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 да? А как кто? Я, допустим, другого священника не знаю, что кто так о Господе говорит. Ну, я еще, как сказать, зеленый молодой, я еще зеленый, шанок еще в церкви. Не, ну я к тому, что определить, как верующий, неверующий. Не, это хорошее сравнение. Верующий, значит, любящий. Хорошее сравнение, просто, по поводу жениха и невесты, прям. А вы знаете, есть, собственно, все жених грядет в полуночь, это что это такое? Это как раз жених, это Господь. И он в полуночи, мы его ожидаем, и наша душа томится, когда же придет за мной жених, и душа готовится встречаться с твоим женихом. Вот наша душа, это невеста, а он, Господь, это он жених, и мы встречаемся с ним, чтобы соединиться с ним. Вот это и ждем, вот этой встречи. Это является, это является, собственно, нашим путем и нашей целью, ожиданием. Вот это, и главное, чтобы не оказаться еродивой девой, которая не приготовит масло, которая будет потом просить, дайте, а он говорит, а нам не хватит, чтобы дать. То есть, как-то интересно, да, вот это, вот это, она для меня до сих пор глубокая, это, я еще до сих пор, она для меня еще полностью не открылась, это притча. Но она вообще такая, я понимаю, многогранная, а этих еродивых девах, я до сих пор думаю, Господи, дайте, чтобы моя душа была не еродивая, то есть, не приготовилась она при всех, при моих там недостатках. Терпение и молитва, а что нам еще остается? Молиться и терпеть, и все, что нам сейчас Господь дает, и никаких чудес не будет. И не ожидайте чудес, потому что рот лукавый, прелюбодейный, ищет чудеса, знамения, но не дастся ему. Почему? Потому что сегодня мы как раз, тот рот лукавый, как раз рот прелюбодейный. Раб лукавый, одно просишь, другое думаешь, третье делаешь. Вот это лукавство сегодня, к сожалению, мы повержены этим, к сожалению, это, и поэтому, Господи, прости меня, исправь мои пути, исправь, потому что, а что еще? Терпение и молитва, вот она, и лей, которую мы должны приготовить. А что творится? А да еще будет, может быть, Содом и Гамора, совокупляться, извините, будет на улице. И нам еще, что предстоит нам еще выдержать, мы не знаем. Мало того, сказано, в последнее время Господь сократит времена для избранных своих, те, которые будут ждать Христа. Значит, все-таки последнее время будут все-таки верующие. Будут, потому что для них Господь сократит время, чтобы закончить быстрее это земное, земное, эту всю вакханалию, которая, собственно, связана с нашим изменением и подготовка в Царство Небесное. Потому что Господь готовит, готовит себе жителей в Царство Небесное. Когда это еще жатва произойдет? Может быть, она сейчас произойдет. Как раз начнется эта жатва, когда каждый... Будет же сказано, что всех православных будет увозить. Слышали это пророчество? Что будет вывозить это в Сибирь, где-то будет такой, как бы... Я, кстати, склонен к этому, что будет такие... Закон-то Яровой СБУ, он сейчас, посмотрите, они начали трепать протестантов. Я прослеживаю так это самое. Сейчас в телевидении все эти корреспонденты все отслеживают вот таких людей. Вот. И сейчас стараются делать показательные вот такие вот задержания, да. И показывать вот людей, которые проповедуют вне православия, да. Вот. Ну, то есть закон Яровой. И они-то сейчас, да, они начнут... Ну, первый смысл в чем? Закон-то, что остановить различные секты, да, в России. Ну, вообще, вот это вот все движение, через которое сейчас может нарушиться этот целостный, да, экстремизм весь остановить. Вот. И в то число входит и секты. Ну, смотри, смотрите, они сейчас остановят, да, секты. Это понятно, они перестанут вот эти исследования, его проповедуют. Они все это законодательством задушим. Но они перекинутся на вот этих нас, проповедников независимых, которые вот сейчас говорят свободно. Они, конечно, этот закон сейчас, он, это самое, штрафы, по-моему, но его-то умножат. Они же теперь вправе как бы дописывать в этот закон, поправки делать. Они потом станут и через законодательство утверждать сроки какие-то вот за эти, понимаете, миссионерскую деятельность. Они уже приняли этот закон, я что-то не в курсе. Он полностью работает, уже в практике. Вот этих всех проповедников, они сейчас протестантов вылавливают, пока штрафами их наказывают. А, не пойму, что нельзя проповедовать? А, все, не дашь, надо справку иметь, да, да, да. Я вот это слышу. Да, да, вот это начинается. Вот и, пожалуйста, вот оно избудется, пророчество, когда уже будут вот этих нас всех собирать, будут говорящих о поездках патриарха, там, Якшанием с этим, с Папой Римским. Всех вот этих людей будут они наказывать. Ну, пророчество есть такое, что людей православных особо, кто-то не согласен там со всем, что происходит в церкви, и которые высказываются там против-против этого, тех повезут в некие поселения. Такие поселения, говорят, на севере будут. И говорят, что надо успеть в этот вагон, чтобы тебя тоже забрали на эти поселения. Тогда там, там будет, на самом деле, люди соберутся такие, ну, тяжело, конечно, будет, как, ну, поселение будет. То есть, как-то государство все равно оградит этих людей, сделать. Ну, там и варите в своем котле. Раз вы там говорите свое, не нравится вам, вот там и варите. В Сибири много места, сделают там какие-то бараки там, да. Ну, раньше было сложнее. Раньше привозили на целину, да, выбрасывали с вагонов, да, и вот вам делайте, что хотите. А тут хоть сейчас, может быть, думаю, хоть милостиво, хоть там бараки построили, хоть где голову, может быть, преклонить. Поэтому я говорю, матушка, так что, кто его знает. Сейчас живем здесь хорошо, конечно, но придет время, повезут. Да, ну, пришло уже, все, пришло. Ну, уже, чтоб чемодан, как у Лапкина, сухари, чтоб сушились уже. Не, ну, а что, я смех смехом, а кто его знает, на самом деле. Сейчас поменяется все, и я окажусь тоже в этом вагоне. В принципе, я и знал, что я выступаю для, кто его знает, для чего. Я этого, я к этому и готов, мы как бы всегда готовы. Ну, как, по крайней мере, я говорю, матушка сейчас сидит, вся передернулась. А как же наши горшки, и где наши? Мы столько все нажито, не по сильным трудам. Мы сюда столько привезли, столько всего. Я говорю, матушка, мы с тобой, если нас куда-то потащат, куда-нибудь, мы с тобой это же не возьмем ничего. Это же не длину исполнит. Так что, ну, нет, я, кстати, я вижу в этом некое преодоление, и в этом как раз мы Христа-то и узнаем еще больше. Если вот мы это преодолеем, сейчас мы немножко расслаблены все равно. Вот у нас тут храм, что мы живем, я там, что делаю, все, что я там. Все равно я делаю, я ленивый, я все равно ленивый. То есть я должен больше делать, я знаю это. И многим людям, которым надо сегодня, может быть, прийти, идти в дом, где плачут, скажем, по-моему, Экклесиаз, да? Иди в дом, где плач, а не где смех. А потом, в конце концов, мы уже совсем от колбасы, мы уже почти не едим ее, потому что там ее невозможно есть. Там не мясо, там что-то, туалетная бумага какая-то, какие-то красители. От нее даже, ну, не знаю, аж воротят все. Там у нас собак прибегает, белая такая собачка, она говорит, и мы колбасу ей. Она даже не ест. Вы что, мне гадость даете какую-то? Вы что, мне хотят? Вы травитесь, меня не травите, хотя собака говорит. То есть мы от мяса, то есть колбасы мы отказываемся, я вот ее очень не будем, вот даже ее покупать уже не ходить, не покупать. Вот если жертвует там колбасу, там дают, я там ее, мы же не будем ее есть. А мясо, ее всех свиней вырезали. Никто покупать здесь, значит, уже не буду я. Свинину уж точно не буду покупать. Или кто там, к нам приходили, там вот жертвовали, там немножко, там давали, угощали. То есть, а так, сами покупать, но... Вот Христос сказал, ничего не может осквернить, да, человека, кроме того, что выходит из него. То есть, что входит, не осквернеет, то, что выходит. А сегодня сатана-то сделал, он как, что человека осквернеет. Как раз вот это вот зараза, вот я же говорю, общались там с человеком. Вот сейчас они, английские эти ученые, это сделали каким-то опытным путем, доказали, что вот эта гиперактивность детская от того, что едят вот эти красители, сейчас же они кругом эти в конфетах, там чупачуксы, напитки вот эти, и говорят, что активность вот эта детская. Не усидчивость вот эта, да. Ну да. А я вот об этом, кстати, не думал, что, да, вот это, откуда она вот отберется, ихняя неугомонность. То есть, мы как-то раньше были спокойны, да? Я помню, в детский сад пришли. Петенька, иди садись, Петенька. Тук-тук-тук, сел-сел. Ручки положили на коленочки. Все молчат, главное, тишина такая, молчат все. Ну да. Как у нас это. И килогей себе слушают, да. Да у меня тут все, они, как у нас это. Наверное, папа с ними мало общается, вот они решили, через дядю Сережу хоть с папой приобщаемся. Ну, потому что, говорим-то, как сказать, о серьезных вещах, я думаю, что я согласен с Осиповым, что ждут, что царя ждать. Нет, там написано, что кто-то, кто-то, кто же говорил, что придет царь, еще будет возрождение. Никто, нету ничего, я там просканировал все, нету никого. Это, этот самый говорил, как его, ну, с батюшкой Серафимом, это, как его фамилия? Ботовилов, да. Ботовилов, штучки, да. Ну да, вот я тоже сомневаюсь, ну, зачем нам сейчас царь? Мы вообще сейчас уже потеряли, они монархисты в душе. У нас уже все, у нас такой разлад в душе, что сейчас принять монарха, мы опять его предадим, опять его сдадим. Не, ну, мы же, мы же видим, как через Путина. Так человек не может дальновидно смотреть на жизнь. Вот сейчас последние пять лет, и только Дух Божьим промыслом Путин. Да, да, да. Вот эти вот вещи-то. Сейчас, как он зашел вот с этим, как он называется, в Сирию, как он зашел и вышел, что это за дела такие происходит? Вот с этим оружием сейчас, с новым он, он, ракеты, они ставят, предугадывают на несколько шагов вперед оружие, вот это, сейчас с двигателями, как произошло внутреннее возгорание. Вот эти спутники, которые запускают американцы, ракеты, они все на российских двигателях. И они, эти американцы, говорят, а как мы можем за российскими следить, если они нам двигатели поставляют, да? Как мы за ними смотреть-то будем, если оборудование все русское? Ну вот видите, момент какой опять очень интересный, да? При всем, Америка столько вложила, чтобы Россия мозгов у нее не стала, все русские ученые уехали за большими деньгами. И понятно, я их не осуждаю, этих людей. Они тут, что-то нищенствовать здесь. Но там-то они прекратили свои, прекратилось творчество. То есть там прекратилось их все открытия. Ну, на 15 лет, по-моему, они сейчас говорят, на 15 лет Россия переезжает вот по этим, по новым технологиям. А тут опять в России, опять находятся люди, опять что-то соединяются, какие-то опять новые танки, какие-то новые, что-то такое, они говорят, не могут за русскими успеть. А что творится в Казахстане сейчас? Мы же не знаем, а вот женщина же говорила... Я телевизор просто не смотрю, уже домой, что там происходит. Да нет, вот эта женщина, она же говорит, их там выгоняют прямо из Казахстана. Это вы не нужны здесь. Ну, а что за ситуация, за что выгоняют? Вы русские, все, вы не нужны. Русские братья всегда были. Казахам? Нет, поменялась риторика. Риторика поменялась. В чем мы, не такие-то. Ну, главное, что удивительно, русские построили цивилизацию для казахов, для узбеков, создали города, дали им, вывели их из юрт, дали им цивилизацию, дали им свою культуру, заставили полюбить ихнюю культуру, нашли их писателей, нашли их поэтов, нашли их ученые даже где-то там есть, создали их флаг, там все дали им, для цивилизации их, чтобы было государство. Они, что мы сделали, давай, теперь отчаливайся. Слушай, а теперь давай быстренько от нас, быстренько пошел. Быстренько, быстренько. Это что за нация такая? Что за иждивенцы, которые даже благодарности не имеют к русскому народу? Это не нации, это народы Гога и Магога. Гога и Магога, точно. Точно, Гога и Магога. Которые единственные, кто к нам еще имеет уважение до сих пор, евреи. Что мы им позволили создать ихне очень хитрое государство. И они теперь очень нам благодарны. Только по-своему их еврейская благодарность. Но я думаю, все равно любой еврей, который сейчас живет, вот я слышал одного еврея, он такой говорит, мы благодарны русским. Они позволили создать наше государство. Мы вернулись на землю обетованную. Теперь мы им благодарны, будем благодарны всегда. Мы не можем делать против них ничего теперь плохого. Хотя они что-то делают, ну, сейчас они и наши союзники. Почему? Потому что они благодарны. А вот эти все нации, которые, ну, я даже не знаю, это, я же думал, что у них же есть какая-то элита мозговая. Узбек последний, вот умер, Каримов, Каримов. Он, знаете, последнее было совещание между этими странами, и он сидел, знаете, какую речь сказал? Он почти как Сталин сказал. Такую речь вообще меня аж тронуло. Я же прям удивился, что такую речь узбек мог сказать. Узбек. То есть узбек это что такое? Раньше как говорили, я что, тебе узбек, что ли? То есть я тебе такой глупый, что ли? И он говорит, во всем, что мы сегодня имеем, там такая речь у него прям, у меня аж прям мурашки пошли по коже. За все, что мы сегодня имеем, за что мы сегодня, что мы сегодня что-то, что у нас какие свершения есть, мы должны быть благодарны русскому народу. Прям почти как сталинская речь. Хочу выпить за, поднять этот бокал за русский народ. И он понимает, что мир тот, который он сейчас в Узбекистане, и то, что они сейчас как-то живут, более-менее это благодаря опять русскому народу. Потому что все города большие построены русскими, все большие там заводы, все построено русскими в этих республиках. И когда они сегодня поднимают и говорят, идите отсюда вон, меня вообще это удивляет. А когда армяне что-то начинают говорить, я же вообще говорю, извините, вы живы благодаря русским. Вас вообще уничтожали просто, два миллиона уже уничтожили. И пока русские не вписались за вас... Это Жириновский часто подчеркивает, у нас такая широкая душа, все время русские-то, а как же там на Замбике или там в Малайзии в какой-нибудь... Зачем тебе в Малайзии, ты о себе думай? Да, он не понимает самого главного. Человек русский не расположен так. Он болеет за весь мир, где не будет несправедливости, где будет уничтожать слабого, туда русский пойдет, защищая, и наш солдат именно так был устроен. И когда, почему у нас столько народа объединилось? Да никто никого из насилия не завоевывал. Почему? Потому что малые народы понимали, к русскому царю он защитит, он не будет навязывать. И никому мы не навязали свою веру, никому. Кому мы навязывали свою веру? Как узбеки были, мусульмане, так и были. Но они нам разрешили сразу свои строить храмы, потому что там русские стали строить города. И русские были, естественно, что им нужны храмы. И сейчас до сих пор там храмы большие, там русские живут. Но они, можно сказать, в изгнании. Там все равно иметь сложно. И они все равно сейчас, многие уже переезжают сюда, в Россию. Если мы не поймем исторически нашу какую-то причастность, какую-то к великому, то есть мы, это мы такой народ, это наш такой народ, наш народ такое сердце имеет, широкое. Он готова впустить туда всех, всех защитить. Слабому дать кров, голодного дать хлеб, слабому дать помощь. То есть не позволить уничтожить сильному народу, малого народа. Поэтому все эти народности сохранены. А мы как можем это, как это познать, мы можем? Это познается только через Христа. А она молодежь-то сейчас, посмотрите, там, я вообще, ну начали с чего разговор-то, да? А я постоянно каждый день поражаюсь, я захожу вот на эти молодежные какие-нибудь каналы там. Вот, они же все выступают. Они там, сейчас, кстати, дело большое, сделал Узоров. Он такое сделал вложение. Ой, какой страшный человек, ой. Он какой-то вот, у него какое-то на самом деле, какое ощущение, что демонское, к какому-то демону, какой-то демон, к нему пришел очень сильный демон. И он этому демон, демон этот очень мощный. Настолько мощный, это не бесята какие-то. Это бескоро. Собирает тысячные залы, собирает, и одна молодежь в залах. Там я слушал его речь, ой, господи, там одна пагуба, одна пагуба, ой, господи, помилуй. Он настолько востребован сегодня, он не успевает по радиопрограммам, по залы собирают, три тысячи, две тысячи залы, и каждый, чуть ли не каждый, ну в неделю два-три у него вот таких вот есть. И что, и вот видите, вот она где молодежь. Да, там вся молодежь. И молодежь, вот она, она, и не... Ладно бы молодежь какая-то, а именно самая лучшая молодежь. Та, которая могла бы там двигаться, она могла и в церковь сейчас сегодня, она не придет в церковь уже. То есть эта молодежь уже, молодежь не придет в церковь. То есть она придет только через страдания. Как она придет в церковь, если, если его вся политика заточена на антиправославную риторику? Там нет, там даже не против православия, там нету Бога. Там еще страшнее. Там еще страшнее. Ладно бы православие плохое. Ну, православие, да, он на ней там топчется, в грязь ее там все. Но это еще ладно. Плохо, если бы он разделял бы, да, Бога и православие. Но он все-таки как, он православие, ну, сочетает все-таки со Христом, да? То есть он, Христа-то не отъемлет от православия. Ему с Богом бороться, он не будет бороться против протестантов. Ему это слабый соперник. Он протестанта любого за пояс заткнет. Он понимает, что риторика православная более основательная. И поэтому, а он берет кого? Он берет сегодня все вот эти наши изъяны, которые... А что, тут не надо ходить, как говорится, к бабке. Все видно, все, пожалуйста. Не надо, пришел в храм и все увидишь. Я там вообще, я по храму прошелся, говорю, неужели это та церковь, та церковь, которую вот мне Господь оставил. А потом я просто начал историю узнавать. Я сказал, конечно. А что я ожидал? Я сегодня, вообще, сегодня даже рассвет. Сегодня мы можем служить. Сегодня нас никто не гонит, не убивает открытую. Придет время. Это же молодежь, которая невзорван, невзорван, он же много семена посеял. Которые потом свои ростки дадут. И ростки дадут какие? Будут убивать священников, конечно же. Эти малолетние, они будут уничтожать священников, как мракобесов. И он говорит об этом. Мало вас поскидывали с колоколем. Вот и в следующий раз еще поскидывает вас. Так что готовьтесь. Я к этому приготовлю. Я все сделал, все для этого. Он похож на чекиста. Он даже похож на комиссара. Ему дай сейчас маузер, одень на него маузер. Чистый комиссар. Безбожный комиссар. Не то что с православием, он с Богом. Борьба с Богом это Ницше показал. Что такое Ницше? Это у него такой же путь. У Невзорова. Невзорова. Потом второй на очередь я бы назвал насмешник. Но он все к родноверию ближе там жмется. Задорных. Ну вот они два, кстати, да. Посмотрите, посмотрите, какой удивительный парадокс. Им дана зеленая дорога везде. Везде. Нет, я даже думаю. Я даже думаю. Я даже думаю. Не с помощью... Почему он такие залы собирает? Потому что ему дается микрофон. Православному сегодня микрофон на «Эхо Москвы» не дадут. На радио центральных православному сегодня не дадут. Идите на своей студии. У вас есть там Спас, у вас есть там Радонеж, который мы закроем скоро. То есть они не дают это время. Они дают именно этим людям, где особо большая аудитория, где больше всего слушают. Сегодня время Христос не нужен. Потому что Христос говорит о смерти. Христос говорит о страданиях. Христос говорит о каком-то... А сегодня народу не надо. И поэтому тема Невзорова, она ближе сегодня. Почему? Потому что все, да лафа, Бога нету. Я вот с кем я общаюсь, молодыми, мне просто жуть охватывает. Они ничего не знают, ничего не читают. А читают какую-то ерунду какую-то. Начинаешь общаться вглубь. А он говорит, а вы зачем интересуетесь там? Я говорю, ну ты же читал эту книжку? Читал. А ты что, не можешь мне рассказать ее? Ну, я не хочу. Ой, ну ладно, Сергей. У вас там муха летает. Мама, попросите, чтобы она ее убила. А то она вас... Теперь всю ночь мама спит уже. А вы, а свет как, не выключаетесь вы? Вы сами не можете выключить? Вот так он у вас все время горит будет? Да она и со светом летает тоже. Ой, зараза. Я тут с руками, а меня муха тут одна мучила. Я встал уже, замучился. Включил свет, взял, нашел эту хвох. Пока ее не дар... Она, зараза, еще и кусается. Они сейчас, они августовские, они последние, они кровь пьют. Ну, может быть, она, ладно, вы... Ну, это же безобразие. А как она залетела к вам сейчас? Да она уже неделю летает, ее убить никто не может. Я сейчас приеду, ее убью. Зараза такая. Главное, кто не заходит, я прошу убить. И она прячется, ее не находит. Человек выходит, она начинает летать. Вот. Это, вот эти мухи, зараза. Я тоже, как только встаю, она, опа, ее нет. Такой, она еще знает, что сейчас ее убивать идут. Все, она, опа, как будто это знает. И она знает, что я парализован, я не могу. Она это тоже понимает. Что я не могу оказать сопротивление. И она вот летает сейчас, мучает вас, да, зараза? Вот. И большая какая, зараза. Вы мамку разбудите. А так это жизни вам сейчас не будет. Она ничего не делает. Она ее не может убить уже неделю, второй неделю. Ну, я приеду, придется мне приехать, чтобы муху убить. Это, наконец-то, зараза такая. Ну, вам прямо наказание в этом смысле еще. Еще одно. Господи, вот. Как вы все это переносите? Ну, ладно, я даст Бог. Может быть, мы поедем. Знаете, мы собираемся ехать в Курскую область. Мы вас будем проезжать. Может быть, я с собой возьму причастие и вас притищу. Ну, я надеюсь. Я заранее тогда позвоню, когда приеду, чтобы вы подготовились. Ну, и там, может быть, я с вами прям помолюсь. То есть, можно молиться-то по-разному. С вами я помолюсь. Тогда уже молитвами такими, какими надо. То есть, когда читаешь спокойно молитвы слов, вот эти молитвы на церковном слове, они на самом деле меня прямо всего трогают. Я помню, что слушал, когда псалтирь. Я просто часами мог слушать псалтирь, не понимая, о чем. Ну, я, меня всего вот так, меня, вот эти слова, меня, они как бы, они меня, я где-то внутром их не понимаю. Ну, внутренне, я как бы, на самом деле, кто-то сказал из святых отцов, да, говорит. Говорит, я читаю, говорит, ничего не понимаю. Говорит, ну, ты ничего не понимаешь. Бесы понимают. Мне вот это так понравилось, и на самом деле, бесы-то, они трепещут. Они, вообще, слава Богу, аллилуйя, Господи. Простите, это все допустимые варианты. Но когда человек читает молитву ради того, чтобы прочитать, и потом, фу, слава Богу, и бежать скорее. Такое бывает у меня. Вы думаете, у меня такое не бывает, что ли? Я прям, иногда, у меня, когда закончил службу у меня, потом, господи, что я, я вот себя, я такой, я человек. Ну, это все, это все по нам свойственно. А думайте на русском, а думайте на русском. И каешься в этом, а человек, он ради какого-то магизма делает это. И пускай и так читает, хотя бы так, а это по-другому он не будет читать. Если ему сказать, уже проходили все, все это проходило уже. То есть, если ему начать говорить, давай, читай, что можешь, он ничего не будет читать, в конце концов. То есть, а Феофан Затворник пишет об этом. Вот Феофан Затворника, ну, не читай. Я вам, кстати, дам, у меня есть аудиофайл Феофан Затворника. Я вас брошу на, дам ссылку на мой Яндекс.Диск, и вы скачаете. Хорошо? Я слушал его одно. И Феофан Затворника сказано. Ему пишет, она потом монахиня стала, какая-то из больших особ была. Она говорит про молитву, вот как раз молитву. Он говорит, всегда же должна молитва быть горячей, ну, то есть теплой. Чего, зачем, если я... Он говорит, пускай, пускай механически читается, потом и сердце подтянется. Это опять же ее восприятие. Мы настолько все разные, вот, мы люди настолько разные. Я вообще не приемлю такого. Я вот если начинаю механически, ну, вот у меня утро начинает с чего? С молитвы, да? У меня на протяжении дня я молюсь. И такими молитвами, церковными, каноническими молитвами я молюсь. Вот. И да, и у меня бывает. Но когда у меня... Я понимаю, что я без души молюсь, мозгом одним молюсь, я сразу останавливаюсь и перестаю. Я считаю, это качество. Да, да, да. И это, знаете, я считаю, что каждый человек, да, вы правильно сказали, индивидуальный, поэтому неприменимо одно совет к другому. Это правильно. Но есть такой еще один совет, о чем мне понравился. Выбери из... Я вот всем... Батюшка, я вот там не молюсь, там, т-т-т-т, утром, вечером. Я говорю, есть любимые молитвы? Есть. Нет, это не мой совет, это я взял. Говорит, какие вот, выбери. Там, мне, например, на это воскреснет Бог, и расточатся в разе его, и добежат от лица его ненавидящие его. То есть вот эти слова меня аж прям вот всего подвигают. Моя самая любимая тоже молитва. И... А молитвы там, предположим, там, ну, здесь есть вечерние молитвы, которые меня, ну, не трогают. Ну, я все равно там... Я сейчас вообще... Я почти не молюсь. Сейчас так, чтобы прям вычитывать, я порой даже нет... Не то, что сил. Вот вечер не пришел, я не молюсь. То есть я так вот... На утром встанешь там, ну, сейчас... То есть у нас вот это сейчас... Я хочу восстановить сейчас семейную молитву, чтобы мы все вместе молились. Я, матушка, дети, у нас когда-нибудь сейчас ушло это. Но это очень важно. Я боюсь сейчас это, ну, то есть... Это надо восстанавливать. Ну, я к чему? И вот эти... Вот возьмите... И мы там выбрали женщину, она говорит, вот эта молитва мне. И говорит, их вот возьмите для своего утреннего правила. И для вечернего. И вот это читайте. А потом уже сердце, когда вы не будете торопиться никуда. В смысле, как торопиться. То есть когда вот этой суеты нету, когда надо быстрее прочитать, ну, такой, быстрее, быстрее, то, конечно, да. Но если вы остановитесь и будете читать, внимая слово, то вам еще захочется молиться. Потому что молитва, она потом бывает, что приходит, и те молитвы, которые ты... Ты вдруг, они по-новому, по-новому тебе открываются. Поэтому тут надо выбрать самое твое, что тебе теплит больше всего, что тебе ближе. И уже присовокуплять уже по возможности. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok